дубль три здорово игроделы это не дневник разработки дневников разработки ближайшее время пока не намечается потому что ну нет какой-то такой интересной темы которую стоило бы рассказать специально ради этого запариться сделать видео чтобы поделиться какой-то находкой ничего такого нет поэтому делать видео ради видео смысла не вижу поэтому будем говорить ближайшие пару выпусков на какие-то просто более скажем так аморфные абстрактные темы но зато возможно кому-то интересные сегодня мы будем говорить про системное проектирование программного обеспечения и давайте начинать системное проектирование программного обеспечения очень такая странная страшная фраза я вот называю так видео и честно говоря сомневаюсь что кто-нибудь вообще на него кликнет с таким названием но кто кликнул тот молодец давайте общаться что включает себя системное проектирование это скажем так предподготовительный этап то есть этап который происходит до того как началась сама разработка в теории на практике конечно получается не всегда так поэтому и пилят все через жопу но это отдельная история значит кто у нас вообще есть в пищевой цепочке программистов и разработчиков даже скорее правильнее так сказать есть так называемые джуниоры или стажеры-новички да есть медлы или грубо говоря просто вот рабочие лошадки есть сеньоры которые уже стоят где-то наверху есть стим лиды и продакт менеджеры и там дальше уже начинается всякая какая-то дичь и лакханалия нас она не интересует грубо говоря у нас есть три основных ступеньки есть новичок середнячок старичок чем они друг от друга отличаются то есть градация в каждой компании своя нет какого-то прям четкого разделения кто чем занимается но обычно есть такое понятие что сеньор помимо того что он решает какие-то достаточно сложные задачи именно с точки зрения разработки он уже не делает рутину чаще всего но иногда конечно бывает и иначе но тем не менее то есть он решает сложные задачи и помимо этого он занимается архитектурой архитектурой будущего приложения и вот это самое интересное самое важное мы с вами все игроделы и у нас в команде в лучшем случае полтора землекопа иногда два с половиной а значит каждый из нас кто сидит и дома на коленках пишет игрушки в том числе задумывается и над их архитектурой внутреннее устройство проекта взаимодействие скриптов архитектура данных и так далее то есть такие вещи из которых состоит вообще ваш будущий проект игрок на выходе увидит уже готовое здание и в лучшем случае почему в лучшем просто и он в принципе не узнает каким образом кирпичики между собой соединены это когда вы покупаете квартиру в новостройке вы еще можете задать вопрос и вам скажут что вот это здание кирпичное и между кирпичиками цемент но далеко не факт что так и есть на самом деле и что на самом деле дом сделан из газобетона а кирпичиком только сверху обложим чтобы казалось что так хорошо все а во вторых вы не узнаете что это за кирпичи вы не узнаете что это за цемент это же самое с программным обеспечением вы видите готовый продукт вы не имеете у ни малейшего представления, что там внутри. А вот что там внутри, этим занимается разработчик. И если это какая-то большая команда, где есть вот эти вот все ступеньки озвученные, то как раз таки принятием решения о том, как будет выглядеть проект внутри, занимается чаще всего именно сеньор. Есть еще над ним тимлид, который уже больше по руководящей, так сказать, задачи. Соответственно, получается, что каждый из нас сеньор, и получается, что и да, и нет, и да, и нет. Для того, чтобы стать сеньором, недостаточно заниматься системным проектированием будущего приложения. Во-первых, это нужно уметь делать грамотно, то есть вы должны делать так, чтобы ваше приложение было максимально производительным и качественным, и чтобы оно не падало при малейшем, так сказать, дуновении ветерка. И помимо этого, все-таки уровень знаний именно по программной части, по языку, по технологиям, которые используются в написании, он все-таки должен быть выше, чем у стандартного медла. То есть, если вдруг есть какая-то прям сильно нетривиальная задача, медлу на ее решение понадобится какое-то время плюс Google, а сеньору понадобится скорее всего, тоже Google, но времени поменьше. А возможно, даже без Google обойдется, то есть это прям совсем профессионал. Поэтому, что я вам хочу рассказать? Я хочу поделиться немножко опытом, и опыт этот, скажем так, набит посредством проб и ошибок. Я работаю на позиции сеньор-разработчика последние где-то года 4, примерно. У меня в трудовой книжке так не написано, хотя нет, у меня написано инженер-программист первой, по-моему, категории было. Короче, какой-то высокой категории было написано. Но у нас, в общем, все по-русски, по-советски было. Но суть в том, что обязанности у меня были сеньорские. Казалось бы, может быть, в одной конторе так, в другой не так, но нет, я поменял место работы, и в принципе, обязанности мои остались примерно на том же уровне, и я себя на сеньорской, так сказать, должности чувствую достаточно уверен, по крайней мере, в той стезе, которой я занимаюсь профессионально. Поэтому, наверное, могу чем-то доподелиться. И вот, случилась у меня на днях задачка. Захотел я реализовать систему диалогов. В моей голове существует идеальный мир какой-то. И вот в этом идеальном мире система диалогов должна быть максимально универсальной. То есть, это должна быть не такая вот система, которая для этой игры подойдет, а для другой не подойдет, или там, если чуть-чуть подпилить напильником, то там тоже может быть подойдет. Нет. Она должна быть максимально универсальной. Такой вот, чтобы она вообще во сюда подошла. Я начал думать. Я начал думать. И что я сделал? У меня есть блокнотик. И в этом блокнотике я занимаюсь всякой писаниной. Так вот, я просто взял ручку и начал писать. Начал писать и одновременно с этим думать, чем все это обернется. И в результате я расписал структуру базы данных, в которой будут храниться диалоги. Чтобы им пусто было, блок-схемы начал заново рисовать. Как будто в институт вернулся. Блок-схемы. Блок-схемы. Кстати, нифига неправильная блок-схема, потому что я ее рисовал и правил в процессе того, как у меня мозговой процесс шел. Но суть в том, что на самом деле полезная штука реально помогает понять алгоритм, как он должен двигаться. Дальше начались рассуждения. И вот рассуждения просто в виде текста, в виде голого текста заняли у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять. Девять страниц. Девять страниц чистого текста. Зато после этого вот я вот это посидел буквально в течение двух-трех вечеров. Мы посидели с женой вместе, порассуждали на эту тему. Как это должно выглядеть? Вывели формулу, которая нам показалась, но если не идеальной, то прям приближенной к идеалу. Я ее всю вот записал в блокнотик и потом я сел и создал систему диалогов, которую уже успешно использовал в своем проекте под Юнити за один вечер, одно утро. Да, реально, один вечер, одно утро. при учете, что примерно две трети этого времени заняло именно проектирование модели базы данных. Потому что диалоги нужно где-то хранить, что логично. И вот, я как раз-таки подвожу к тому, что предподготовка должна быть обязательно. Реально, вы сэкономите себе просто адовую кучу времени, если будете думать, прежде чем делать. Скорее всего, это для кого-то покажется очевидной вещью. Кто-то, возможно, использует для этого даже специализированное программное обеспечение, которое позволяет проектировать там и схемы рисовать, и какие-то алгоритмы, возможно, там на псевдоязыках писать. То есть, что-то прям совсем такое программное. Я в этом плане больше ретроград или олдфак, если хотите. Мне бумажка с ручкой милее. Вот. Но, тем не менее, в любом случае, то есть, вот у меня даже была проблема, и я недавно писал приложение для конвертации миди в партии барабанных из одного барабанного плеера в другой и потратил на него два вечера и не мог решить проблему. Не мог решить проблему, пока не перевел все это на рельсы математики в виде формул элементарных на бумажке. И все решилось. опять-таки мы с женой посидели покумекали вместе и все. И после того, как я исписал буквально полтора листа формулами, потом еще поллиста потратил на алгоритм практически, блок-схему, я написал готовое приложение буквально там за полтора часа, что не может, так сказать, не радовать. и это явно показатель того, что если сначала включить голову, а потом уже руки, то гораздо легче будет жить. Я не говорю, что все мы должны стремиться становиться сеньорами прямо сегодня. Если вы захотите прийти в контору официально там на трудоустройство в геймдев или в программирование и скажете, что вот я дохера умен, возьмите меня сеньорам, скорее всего, вас не возьмут, если у вас нет подтвержденного именно опыта работы. Так или иначе, какое-то время придется поработать где-то в районе медла. Но вот реально подход к разработке более профессиональный позволит вам и продукт получать более профессиональный. Поэтому настоятельно рекомендую задуматься над такой вещью, как предподготовка, предпродакшн, как хотите, составление ТЗ, системное проектирование. Это называть можно разными терминами. В любом случае, это полезная штука, я настоятельно рекомендую к ней обратиться. По теме видео на этом все. Очень интересно будет почитать ваши мысли, что вы думаете, как вы подходите к разработке своих приложений, программ, игр. Если что, игра, это тоже приложение, программа. Пишите об этом в комментариях, можете писать на ютубе, можете писать в группе ВКонтакте, я читаю комментарии и тут, и там. Интересно будет почитать, всем отвечу, кому надо будет ответить. В общем, спасибо за просмотр и всем пока. у меня тут есть блокнотик со сценарием. Я в него посмотрю, чтобы знать, что вам говорить. Ага. Сценарий из четырех строчек, это важно. Так вот, в принципе, в принципе, в принципе, отличное слово, пожалуй, буду использовать его просто так. так.